Добрый день, в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии Игорь Рубанов, заместитель директора Центра дополнительного образования дарённых школьников, кандидат в физико-математических наук. Игорь Соломонович, добрый день. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Всегда очень интересно с вами встретиться. Может быть, сегодня и звонки даже какие-то будут. Это большая редкость. Но, к сожалению, в особом мнении у нас такая форма общения, как звонки, не предполагается. Нет, я имею в виду на сайт. Не звонки, точнее, а записки. Да, форма для того, чтобы задать вопрос, есть на сайте хакирова.ру. Кроме того, много там всего интересного. Это и программы наши, и новости, и всевозможные проекты. Заходите, хакирова.ру, аудио-видео-трансляция нашего эфира, ну и к тому же, напомню... И задавайте вопросы. Да, да. Есть возможность задать вопрос гостю особого мнения. Хочу начать я с темы создания Всероссийского детского центра для одарённых детей в городе Сочи. О его появлении стало известно в феврале этого года. Президент встречался с губернатором тогда ещё Александром Ткачёвым Краснодарского края. Что это такое за центр? Мощное такое образовательное учреждение, рассчитанное на спортсменов, математиков, танцоров. Да, кажется, музыкантов мы не уверены. Музыкантов, да, ещё это направление. И буквально накануне нашего эфира я узнал, что непосредственное отношение к работе этого центра имеете вы. Хотелось бы, чтобы вы рассказали. Ну, что же сказать. Значит, во-первых, конечно, этот центр появился не 8 февраля 2015 года, а немножко раньше, когда после Олимпиады возникла проблема утилизации того, что... Ну, утилизация и в хорошем смысле этого слова. То есть приспособление к ситуации после Олимпиады. Насколько я понимаю, вот насколько мне раскопки показали в интернете, этот отель был передан спортсменам. Отель называется Азимут. Азимут, да, там их несколько. Вот это называется Азимут-4. Хотя, когда я туда выстраиваю маршрут в Гугле, то почему-то он показывает Азимут-3. Но это уже проблемы Гугла, по-видимому. Значит, это рядом с Олимпийской... Ну, по сути дела, это в составе Олимпийской деревни, рядом с Олимпийским комплексом находится. И тогда его передали спортсменам вместе со спортивной ареной там и некоторыми другими вещами. И, насколько я понимаю, спортсмены там вот около года этим пользовались. А потом, значит, как мне рассказывают, было совещание. Вот как раз 8 февраля, насколько я понимаю, было совещание по науке, технике. Вот такое вот и там, значит, президенту был задан вопрос, а чем вообще можно помочь науке, чем можно помочь талантам. Он сказал, давайте мы передадим вам гостиницу, значит, то есть расширим ее функции. С чисто спортивных до более широких, то есть там будет поток... В общем, тренировка не только тела, но и умов. Да, поток музыкантов, поток... Ну, спортивно-художественно-музыкальный, включая в художественные там самые разные вещи, музыку... Ой, прошу прощения, спортивно-художественно-математические. Вот, значит, ну в спорте там какая-то специализация, кажется, хоккей, фигурное катание, но это не так важно все. Значит, причем идея была, да, и вот 600 мест там, плюс преподавательский состав, вот, все это бесплатно для участников, кроме проезда. Да, но идея была очень забавная, значит, была идея такая, чтобы вот спортсмены, художники, условно говоря, и математики находились вместе, взаимообогащались там и так далее. Ну, реально, я боюсь, там мало чего подобного будет, по крайней мере, вот, я там волею судеб оказался одним из руководителей первой смены математической, которая вот 1 июня начнется. Дело в том, что мы 7 лет проводим для восьмиклассников олимпиаду имени Леонарда Эйлера, математическую, фактически это всероссийская олимпиада для восьмиклассников. Ну, и вот те люди, которые курируют это дело, значит, Ваня Ященко и Стас Смирнов, они решили, что вот математический поток, одна из струек этого потока, там всего 3 ветви, значит, там сборы команды России и кандидатов в сборную команды, команды России по математике, там школа для двух московских школ, вот, и там вот этот поток восьмиклассников, около 60 человек, который был составлен на базе победителей, призеров и обладателей похвальных грамот олимпиады имени Леонарда. То есть, я считаю, что это признание олимпиады, в общем-то, она совершенно частным образом проводится, с государством никак не связано, но в то же время, значит, вот, да. Так вот, мы пытались понять, мы пытались понять, как нам взаимодействовать с спортсменами и с художественным потоком, нам это, в общем, самим интересно, потому что... Это задача такая, спускайтесь? Нет, задача свыше не спускается, это моя собственная идея, мое собственное желание. Я всю жизнь старался интегрировать все, что рядом находится, значит, потому что так лучше получается. Если спортсмены что-то сделают для математиков, а математики что-то сделают для спортсменов, и там еще и художники появятся, то это будет совсем неплохо. Ну, вот, скажем, мы будем проводить заведомо клуб интеллектуальных игр достаточно мощно, вот, и это, кстати, будет проводить тот самый человек, который в Вишкеле у нас проводит, проводит в августе летнюю игровую смену, Вадим Сидоров. Вот, и я думаю, что туда и художники, и спортсмены будут приходить, если только они не слишком будут утомлены своими занятиями, потому что мне говорили, что они с утра уезжают, а вечером там возвращаются. Вот, я думаю, что это может быть интересно, если кто-то из тренеров придет и проведет у нас клуб, как это у нас называется, такие вот посиделки вечерние, когда люди друг другу что-то рассказывают, вот у нас, скажем, литературный клуб будет, я точно знаю, вот, это будет очень здорово. Ну, специально ставить, это довольно сложно, и когда мы узнавали, с кем нам взаимодействовать, вот, с кем контактить, ну, дайте нам контакты, мы сами с ними договоримся, то мы только узнали, что еще пока не понятно с кем. Ну, это, понятно, первая смена, самая первая, там еще ничего не налажено, то есть, возможно, это издержки. — Конкретно это Ваша организаторская работа, она в чем заключалась? Вы туда ездили? — Моя организаторская, нет, я туда не ездил. — Санкционально вообще? — Моя работа стояла прежде, да, прежде всего в том, чтобы отобрать детей. Отобрать, поговорить с родителями, выяснить, кто едет, кто не едет, это было успешно сделано, и вот из 80 человек, которых мы приглашали, 60 согласились. — Это все наши кировские ребята? — Нет, конечно, это вся Россия, у нас же Всероссийская Олимпиада, это вся Россия, и из Кирова там 7 человек, это большой процент вообще. Это, кстати, ученики того самого Вадима Сидорова, я его, собственно, по-многому, поэтому туда и пригласил. И там вот от нас, 9 человек из Татарстана, там 5 из Казани, 4 из Щелнов, а вот из Москвы с Питером как раз там наибольшее число отказов, но это понятно, у них свои школы, свои мероприятия в большом количестве, то есть дети просто выбирали, кто-то выбрал это, кто-то выбрал не это, там еще параллельно идет турнир математических игр «Золотой руно» в Абхазии, еще и туда вот некоторые уехали. Но неважно, худо ли, бедно ли, но вот у нас 58 человек, там двое получили по 9 классам дипломы и поехали на сборы, уже как бы в более старшей весовой категории. Ну и вот 58 человек, и сейчас я занят тем, что программу какую-то составляю, договорю. Ну, преподаватели-то уже давно приглашены, я из них как-то вытаскиваю темы, по которым они будут заниматься, потом будем компоновать, на группы разбиваем. — Преподаватели — это все москвичи, да? — Нет, конечно. Это Россия, вся Россия. Преподаватели. Один из Ульяновска, Леня Самуилов, кстати, молодой доктор наук. — Я просто читал материал в «Известиях», журналисты писали о том, что преимущественно историчные преподаватели. — Это неправда. Это неправда. Во втором потоке, да, в том потоке, где 179-я московская школа и 5-я школа города Долгопродного, с добавлением какого-то количества людей из Адыгеи, там из некоторых других, из Ярославля, вот там да. А вот что касается сборов и в особенности нашего потока восьмиклассников, там вся Россия. Ну вот я перечислю. Ульяновская один человек, Ижевск, Оля Нечаева, очень известный специалист по работе с детьми. Набережная Челны, Любовь Владимировна Баева. Значит, должен был ехать Леша Русаков из Казани, но вот он не поехал там по некоторым причинам. Значит, я вот из Кирова, значит... — Вы поедете? — Да, я поеду. Я поеду туда, но если я руководитель потока вот этого математической смены, как я могу не поехать? Я там другое дело буду не всю смену, я уеду оттуда, меня сменит Самойлов как раз. Но у нас вот такой состав, то есть откуда дети прошли, оттуда я пригласил руководителей кружков успешных, тех, у которых дети прошли. Вот такой принцип. Ну, собственно говоря, в тех школах, которые второй поток, значит, формируют, там тоже их преподаватели. Ну, у них вина, что они живут в Москве, потому что школа в Москве. То есть я хочу сказать, что никакого такого москвоцентризма у нас нет. Очень много специалистов в большой России. Другое дело, что в Москве их тоже много, и в Петербурге. Это прекрасно, и мы друг к другу ездим. Вот такие дела. На официальном уровне цель создания данного центра формулируется как расширение сфер занятости детей и создание мощной системы подготовки юных талантов. Значит, к сожалению, к сожалению, наше государство иногда ведет себя так, я имею в виду чиновников. Они приходят и начинают работать так, как будто на этом месте ничего до сих пор не было. Как будто оно было пустым. Это не так. В России одна из лучших в мире систем работы с математически одаренными детьми. Сейчас уже я не знаю, какое поколение с этим работает. Основы закладывались до войны, после войны, в 60-е годы в особенности. Сейчас вот с детьми работает много молодых людей, много людей вроде меня, которые уже в годах. И нет никаких оснований создавать новую мощную систему. Надо поддержать прежде всего то, что есть. И в программе развития математического образования президентской, там прямо написано о поддержке существующих успешных практик, успешных специалистов. И вот это то, за что надо бороться. Потому что, конечно, этот центр – это хороший подарок. Если удастся его работу хорошо наладить, если его удастся хорошо вписать в существующую ткань работы, которая довольно плотная. Вот я цитирую, собственно, интервью, которое скоро появится на сайте вот этого центра, фонда «Талант и успех», который сейчас, он таки стал частным, этот центр. По крайней мере, внешне. Вот. Значит, если он станет еще одной нитью, это прекрасно. Тогда вот если он станет камнем, который будет рвать эту сеть и будет под себя ее мять, закручивать и так далее, это будет плохо. Потому что много лет назад, вот давая одно интервью, я неожиданно для себя сформулировал вот эту вещь, что человек, который хочет, чтобы плоды его труда были долговечными, должен быть не строителем, а садовником. Он должен не строить, а выращивать. Когда что-то выращивается, когда за ним ухаживают, тогда оно долговечно и прочно, хотя не так быстро растет. А стройки, как строятся быстро, так и разрушаются, потому что они искусственные. Ну, на данном этапе вы готовы вкладывать все свои злые? На данном этапе я это делаю, я готов вкладывать, и я вкладываю. И я очень надеюсь, что там все будет хорошо. Вот позавчера было заседание Попечительского совета, и я надеюсь, что там были приняты решения, которые позволят нам на этой базе провести в начале ноября Кубок памяти Андрея Николаевича Калмогорова. Уже 19-й по счету. Тут надо, наверное, уточнить, этот центр, он планируется, будет работать круглогодично. Да, он будет работать круглогодично. База там отличная. И если там действительно, то есть я вот познакомился в Казани на Всероссийской Олимпиаде с Михаилом Ильичем Случом, замом по науке этого фонда, вполне договороспособный человек, то есть мы с ним нормально вполне общались, там пока не очень опытная команда, что естественно, я думаю, что при наличии доброй воли там все должно получиться, тем более, что двое кураторов, вот Ваня Ященко и Стас Смирнов, ну, Ваня это куратор в масштабе России ЕГЭ по математике, а Стас это филсовский лауреат, который сейчас в Санкт-Петербурге вот занимается, некоторой такой реновацией моего родного факультета математико-механического университета. Они все понимают, и в общем, вот я с ними опять же разговаривал в той же Казани, я думаю, что все нормально будет, должно быть. Я предлагаю остаться еще в теме образования и обсудить несколько инициатив, поступивших от Министерства образования и науки, ну, об этом чуть позже, об инициативе Единой России в Госдуме я хотел сейчас упомянуть. Депутаты от Единой России вынесли в Нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий появление в школах единых учебников по математике, опять же, по истории, по русскому языку и литературе. Ну, кроме того, вот они, депутаты имеют в виду, требуют вернуть в школы выпускной экзамен по русскому и литературе в форме сочинения. Ну, давайте разделим две вещи. Значит, насчет экзамена в форме сочинения, по-моему, это благо. При условии правильного подхода к этому делу, потому что, в общем-то, цель, если литература в школе перестанет быть литературоведением, не очень иногда хорошего пошиба, и станет наукой о том, как излагать свои мысли грамотно, в художественной форме, это будет очень важно, потому что сейчас, чем дальше, тем больше, дети просто перестают понимать тексты. Вот они читают текст, они не понимают, что там написано. Вот это очень важно, это гораздо важнее, чем научить людей любой науки. Потому что это базовое, это фундамент, на котором все остальное стоит. Вот это, что касается сочинения, при правильном подходе, но я эту оговорку могу везде произнести просто. При неправильном, что угодно можно испортить. А что же касается единых учебников, вот лично мне это не нравится. Я считаю, что это частное проявление недоверия, такого глобального недоверия между государством и людьми. Ну, если государство доверяет своим учителям, то, наверное, оно должно им позволить какой-то выбор. Пускай будут требования, во всем мире есть требования к образованию. Вот что ты учитель должен выдать на выходе. А что ты там внутри делаешь, это ты делай, пожалуйста, сам, мы тебе можем как-то помочь. Но учебник-то выбирай сам, методику-то выбирай сам. Если ты не можешь, мы тебя научим. Если у тебя совсем не получается, ну, мы поищем тебе другую работу, скажем, тьютер. Вот. Но уж выбор-то он сам должен производить. В любом случае, единый учебник – это нечто... Единый учебник – это шаг назад. Да не в этом дело, что усредненный. Дело в том, что учителя разные, ученики разные. Я еще понимаю программа более-менее единая. Ладно, но учебники-то... Я понимаю, почему учебник истории хотят единый, это политика. Но зачем нужен единый учебник математики, я не понимаю. Это просто вот какая-то зараза, которая вот толкнули один раз этот процесс, и он пошел. Вот начали ужесточать, и давайте все ужесточать. Вот начали делать единым, и давайте все делать единым. Ну, так далеко можно зайти. Надо бы, господа депутаты, где-нибудь остановиться и подумать немножко. Ностальгия по Советскому Союзу. Как писал, я не знаю, это ностальгия не по Советскому Союзу. Это ностальгия, это желание всем управлять. Я бы очень советовал этим господам почитать чудесную совершенно книжку, вышедшую в серии «Жизнь замечательных людей», биографию графа Аркчеева. Очень известный персонаж. Это в известном смысле был великий человек. Он, скажем, артиллерию в России поставил. Но его сгубила одна вещь. Он считал, что он может всему миру предписать, как надо жить, и он считал, что знает, как лучше. Вот чем это закончилось, желающие могут прочитать в книжке. Очень советую. Не хотелось бы, чтобы по этому пути сейчас... Мы шли все. Вот как раз-таки, да, инициатива Министерства образования и науки. Известие о том, что написали. По этому поводу большой материал. Ведомство планируется к 2025 году... Патриотическое воспитание? Нет, нет. Обучение в школах в одну смену. Перевести всех российских школьников на обучение в первую смену. Кто бы возражал? Для этого потребуется реконструировать существующие школы и построить новые цены вопроса. Порядка трех триллионов рублей. Ну и дальше... У меня один вопрос. Где они эти три триллиона возьмут? Вот. Все остальное понятно. Ну, скажем, лично мне, лично мой шкурный интерес, конечно, в том, чтобы мои ученики иногда учились во вторую смену. Потому что, когда они приходят после первой смены ко мне на кружок, они несколько второй свежести уже. Но я тут готов своим личным интересом поступиться. Потому что, конечно, в первую смену учиться лучше. Я помню прекрасно, а сам учился во вторую смену. В первую смену, конечно, лучше. День свободен, потом, значит, можно... Так что тут вопросов нет. Единственное, дай им Бог, чтобы это все получилось. А это действительно обучение в несколько смен серьезным образом ухудшает качество? А вы сами не учились во вторую смену? В школе я в первую смену учился. Ну, вот видите. А я учился и во вторую смену. Я должен сказать, что когда у тебя день разбит, это плохо. У тебя и до школы нету времени толком позаниматься, и после школы нету времени толком там. Ну, гораздо лучше, конечно. И потом с утра голова свежее. А процентов, я, к сожалению, не знаю в Кирове школьников, которые учатся. Не в первую смену. К сожалению, я тоже не знаю. Сейчас лицеи и гимназии в одну смену работают. Там просто уже нельзя. Довольно давно. А вот обычная школа, не знаю. Наверное, есть те, которые во вторую смену учатся. Но, к сожалению, я не владею этой информацией. Ну, в общем, направление правильное, действительно. Да, конечно. Должны ребята учиться все-таки. Да, конечно. Не все, что делает министерство, плохо. Это надо признать. Ну, давайте вот про патриотическое воспитание. Да, тут в апреле. Опять-таки, Министерство образования и науки представило целую программу патриотического воспитания, рассчитанную до 2020 года. Огромное количество там всевозможных мер, мероприятий, акций, направленные на воспитание чувства гордости, богового уважения и почитания символов государства, гербов, ладов, гимна, развитие просветительской деятельности, направленной на развитие знаний граждан об истории Отечества, совершенствование военно-патриотического воспитания детей. Вот, возможно, даже будет практика шефства воинских частей над образовательными организациями и так далее. Ну, всякое шефство, как правило, шефство от хорошо. Но воинских частей, в том числе организации. Ну и что? Дело не в этом, значит. Я вот про патриотическое воспитание, я хочу повторить точку зрения, которую уже неоднократно тут высказывал. Потому что я в этом глубоко убежден. Ну, сначала конкретно вот про подобная программа. Вот смотрите. Все, наверное, читали «Волшебника изумрудного города». Изумрудный город был изумрудный, да? Потому что там все было зеленое. Но беда была небольшая в том, что с изумрудами там были проблемы в этом городе. И поэтому все жители и все гости города носили зеленые очки. Им казалось, что все вокруг зеленое. Вот я боюсь, что есть два способа сделать изумрудный город. Либо действительно отделать все изумрудами, либо дать всем зеленые очки. Я боюсь, что вот эта программа на зеленые очки, похоже, гораздо больше. Потому что я большой сторонник патриотического воспитания. Я очень хотел бы, чтобы и мои дети, и внуки, и другие люди были патриотами страны, в которой они родились и живут. Но дело в том, что я думаю, есть единственный способ сделать людей настоящими патриотами. Надо сделать так, чтобы им было хорошо жить в стране в этой, и чтобы им хотелось здесь воспитывать своих детей. К сожалению, я знаю довольно много людей, живущих сейчас за рубежом. Это мои бывшие ученики, с которыми я встречаюсь, которые прямо говорят открытым текстом, что они не хотели бы в России воспитывать своих детей. Бог им судья. Я своих детей воспитал здесь, и внуков даст Бог воспитаю. Но если такое говорят многие, очень разные люди, живущие в разных местах, то стоит задуматься. Вот моя дочь с мужем ездили в отложенное свадебное путешествие. Значит, так получилось, что они только сейчас смогли в него съездить, там через год почти после свадьбы в Японию. И вот мне дочь говорит, что она испытала культурный шок, когда вернулась в Россию. Я, говорит, иду и упала. В Москве уже. Упала и лежу. Люди вокруг идут, смотрят на меня. Да, споткнулась и упала. Смотрит на меня, может, кто-то даже снимает все это. А в Японии, говорит, все тут же подбежали бы и стали бы спрашивать, не нужна ли помощь. То есть я тоже однажды испытал такой культурный шок, когда прилетел из Лондона в Москву. Ну, как-то вот до этого у меня не было. А тут я просто обратил внимание, что... Ну, вот, стоит человек на вокзале, на Повелецком, куда из Домодедова приезжаешь. Стоит человек и каждому говорит, вы сюда не ходите, тут прохода нет. Я говорю, товарищ дорогой, ну, повесьте объявление, что прохода нет и не придется каждому говорить нет. Начальство мне таких указаний не давало. И он стоит и говорит каждому, понимаете. Ну, вот, когда... Вот куда надо направить усилия. Надо направить усилия на то, чтобы людям хотелось жить в своей стране, понимаете. А вот по поводу учеников, да, которые... А это все зеленые очки. В которых вы вложили свои силы, знания. Подождите, можно я еще договорю? Запомните этот вопрос. Я еще хочу сказать, что само по себе патриотическое воспитание штука довольно опасная. Вот если его вот так вот на всю катушку проводить, потому что это, как и любое воспитание, должно и с подвольфоном проходить. Его должны проводить люди, убежденные в его необходимости. А если его начнут проводить люди, которые просто это делают вот потому, что им приказали, то очень нетрудно перестараться. И тогда может вместо патриотизма получиться шовинизм. Со всеми очень неприятными последствиями, которые тут, я думаю, обсуждать не стоит. Но кто в курсе, тот меня поймет. Я понимаю, о чем вы говорите. Вот. Вы-то понимаете. Я надеюсь, что и слушатели тоже понимают. По поводу учеников, да, которые уехали за границу, вам не обидно за них? Вы их осуждаете, не осуждаете? Я их не сужу. Я их и не осуждаю, и не поощряю. Это их судьба. Я учу учеников. Потому что я считаю, что что в человека природа и заложено, а верующие могут считать, что Богом, то должно быть реализовано. Об этом, кстати, еще Карл Маркс писал. Каждый имеет право на полное развитие своих способностей. Я вот всю жизнь старался помочь людям это право осуществить. Что они дальше делают, это уже не моя работа. В существующих реалиях вы пока не видите каких-то улучшений, в том числе в плане того, чтобы люди учились, росли, рожали детей именно в нашей стране и не уезжали. Ну как сказать? Все-таки многие не уезжают. А многие уезжают. Вот сюда стоило бы направить силы. Это понимают, конечно. Вот тот же Стас Смирнов, он уехал в Швейцарию, но вернулся, правда, наполовину. Он половину времени там проводит, а половину здесь. Но то, что он проводит половину здесь, это уже хорошо. Но тут, видите, тут особое внимание. У него там прямой выход на министра. Он может с ректором как-то так не особо считаться. Это же единичные случаи. А когда вот мой любимый ученик Ваня Изместев из Суны работает в Берлине и говорит, что я бы с удовольствием вернулся. Он большой патриот, он очень любит Россию. Я бы сюда вернулся, но тут же невозможно прожить, занимаясь математикой. Я напомню, что это особое мнение Игоря Рубанова, заместителя директора Центра дополнительного образования одаренных школьников. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, после чего продолжим. И сегодня это особое мнение Игоря Рубанова, заместителя директора Центра дополнительного образования одаренных школьников, кандидата физико-математических наук. Я снова к инициативам Министерства образования и науки, как-то вот оно фонтанирует в последнее время. Еще одна инициатива, касающаяся начислением дополнительных баллов абитуриентам при поступлении в ВУЗ, дополнительные баллы за ГТО. Рекомендации именно Барнауки разослала в высшее учебное заведение. Рекомендуется не начислять за успехи в ГТО больше одного балла. Мотивирует ведомство это тем, что на территории всей страны система ГТО заработает только в 2017 году. Но вот пока ведомство считает, что не слишком надо поощрять физически развитых абитуриентов. Про это я могу сказать словами из старого анекдота. Средство гарно, то цель погано. Вот этот балл-то, почему не больше одного балла? Потому что еще не везде ГТО есть, и люди окажутся в неравном положении. Но так я понимаю, что когда ГТО будет везде, там будет больше одного балла гораздо. У меня к этому отношение двойственное. С одной стороны, это мировая практика. То есть в Штатах выдающегося спортсмена возьмут с закрытыми глазами в университете. Потому что там спортивные успехи, это одна из слагаемых славы университета. Это возмущательность. Да, да, да. У нас в России вроде бы так было не принято. Но я не против того, чтобы выдающихся спортсменов брали. Их совсем немного. Но вот если будут добавлять достаточно много баллов за ГТО, это будет уже не совсем правильно, потому что есть какой-то ботаник. Получается, что математик, он вообще должен сдать ГТО, иначе он вообще как бы и не математик. Это вот странно. Это мне кажется не очень правильно. Вот если коротко. Но это лично мне так кажется. Я понимаю, что может быть и другая точка зрения. Нужен какой-то баланс. Вот противники этой идеи считают, что один балл не будет достаточно мотивировать школьников заниматься спортом. Вот те нам. Что такое один балл? Так что же получается, что мы мотивируем школьников заниматься спортом с помощью баллов? Ничего себе воспитание. Вы мотивируете, ребята, школьников заниматься спортом ради спорта. Ради того, что это мышечная радость. Ради того, что это здоровье. Вот чем надо мотивировать. А это какой-то странный аргумент. Баллами мотивировать. Может, их кушать надо мотивировать баллами, я не знаю, может, нет, это странно. Есть все-таки мнение о том, чтобы максимум 10 баллов вводить, насколько адекватно, на Ваше взгляд? 10 баллов неадекватно, на Ваше взгляд. Слишком много уже? Ну, конечно, нет, если в сумме за все, за спорт, за волонтерство, ну, попросту говоря, за общественную деятельность, конечно, баллы давать можно, но это не должно быть больше 2-3% от общего. То есть это какой-то довесок, да. Но все-таки главное должно быть профессиональная состоятельность. Мы же набираем людей математике учиться или, скажем, чтобы они были инженерами, а уж остальное это все, при прочих равных, да, наверное. Кстати, нынешнее поколение молодых математиков, школьников, это в полноценно развитые в физическом отношении люди, ребята. Очень разные люди. Вот у нас есть Сережа Лучинин, который не поехал, не участвовал, не помню, то ли в Олимпиаде Эллера, то ли в Санкт-Петербургской, не стал участвовать, потому что он занимается спортом очень серьезно. Уехал на сборы. Вот я забыл, каким видом, то ли лыжами, то ли чем-то в этом духе. Ну вот пример, пожалуйста. Это не единственный пример. Нет, это не уникально. Это не уникально. Вот Сережа Рукшин, скажем, очень известный педагог из Петербурга, который, собственно, там создал нынешнюю систему работы с детьми, самую сильную в России, а может быть и в мире. Он боксером был в молодости. У него даже кличка была «боксер» в наших кругах. А вот такая двойственность, да, с одной стороны математика, с другой стороны увлечение, профессиональное, причем спортом. В свое время родители настояли, заставили? Я не знаю. Я не спрашивал у его родителей. Судя по вашему мнению. Нет, Сережа занимался боксом, потому что он хотел заниматься боксом. Это я точно знаю. Желающие могут почитать книжку о Перельмане, поскольку Перельман был в кружке у Рукшина, там написано. А что касается Лучинина, я не знаю. Это надо у него спросить. Я знаю, что по роду своей деятельности вы очень много путешествуете, по стране в том числе. И вот хотел я затронуть в рамках особого мнения вашего тему внутреннего туризма в Кировской области. У нас, как известно, впервые в этом году презентован целый туристический сезон. Туристические маршруты, разработанные по городу, по областному центру, появились таблички с указанием достопримечательностей на русском, на английском. Ну да, и даже с кодами. В Котельнич привозили федеральных журналистов, для того, чтобы они посмотрели на этот динопарк и так далее. Вот на ваш взгляд, что может быть в правильном направлении? В правильном внутреннем туризме это прекрасно, как и внешне. Вот, скажем, в Ярославской области есть маленький городишко Мышкино. Там школа-то всего одна. Много очень музеев. Музей мыши, музей всего на свете, к нам, они там есть. И туда поехали люди. В Западной Европе, да и в Восточной тоже, там любой городок, он чем-то интересен. И архитектурой, и какими-то музеями, каким-то пивом, не знаю. Вот есть замечательная вещь, плавает по реке Роне, такая баржа, называется флёр де лис, цветок лилии. Вот она плывёт по реке, и там, значит, повар каждый день идёт на рыночек близлежащего, ну, ближайшего населённого пункта, там деревни, городка, покупает там местные продукты и стряпает из них. Вот туризм. Это такой гастрономический? Не только, там велосипеды есть, он плывёт 5 км в час, сможет сесть на велосипед, учесать вперёд, там, вдоль реки, потом подождать, пока он приплывёт. Есть музыкальный салон, там много чего есть. Я смотрел о нём страничку в интернете, очень интересно. Вот, значит, конечно, нужно. Другое дело, что под этим туризмом должна быть база, то есть надо оккультуривать всё это, надо, чтобы сюда интересно было. Ну, вот город Киров, первый шаг, да, это очень хорошо, по-моему, и губернатор совершенно прав. А вы пользуетесь нашими или пользовались нашими местными? Так называемыми туристическими продуктами, ну, не знаю, бывали ли на празднике Истабенского огурца, не знаю, брябов? На празднике Истабенского огурца я не бывал. Я занят довольно сильно, понимаете. Ну, по нашим краям я езжу достаточно много и смотрю то, что интересно. Вот, скажем, в Великорецком я не один раз был там и гостей своих туда возил. Вот, а так, ну, если появятся объекты, которые будут стоить того, чтобы туда специально поехать, я, конечно, это сделаю. Но дело в том, что внутренний туризм, он всегда как-то немножко хуже развит. Скажем, петербуржцы, они в Эрмитаж меньше ходят, чем приезжие, это известно. Но за какими-то исключениями, может быть. Глаз замыливается. Да, да, вот то, что рядом, оно... Вот как раз-таки губернатор, да, написал в своем ЖЖ, хочу спросить моих читателей, как вы считаете, что можно сделать в регионе для развития внутреннего туризма? На кого ориентироваться? На кировчан или жителей других регионов? Что было бы интересно лично вам? Ну, не знаю. Какие вопросы? Ну, знаете, я всегда был самостоятельным человеком в этих вещах. И лично мне много чего интересного. Значит, свои вещи, я так смотрю, по ходу дела, то, что тут есть, то, что снаружи, иногда более подробно. Я думаю, что я бы сделал ставку все-таки на внешний туризм больше, будь я царица. На гостей, собственно, регионов. А внутренний сам собой бы, наверное, развился, если бы стало... Да, собственно, вон в Мутнинске, в Белой колонии есть куда поехать. В Суне появился трамплин, да? Вот уже люди туда, наверное, ездят, да? Так что, я думаю, это процесс, идущий в правильном направлении. И очень надеюсь увидеть еще плоды какие-то всего. В конце передачи я хотел бы затронуть еще одну неоднозначную тему. Тема, сегодня, напомню, будет обсуждаться в дискуссионном клубе «Вечерний». Это тема бэби-боксов. Как известно, первый... Она уже обсуждалась утром. Я вот ехал на машине и слышал... Да, сегодня в программе «Дневной разворот» на эту тему говорили юристы, Ярослав Михайлов и Ильич Батарев, которые, собственно, будут дискутировать на эту тему сегодня в клубе «Вечерний». Да, галерея «Прогресса», Горького 5, 18.30, если не ошибаюсь, сначала. Бэби-бокс у нас с стараниями католиков открылся 3 мая на Подгорной 18. Сразу же Октябрьская прокуратура вынесла предписание о незаконности существования такого объекта, потому что по современным российским законам органы опеки только лишь должны заниматься детьми брошенными. То есть, если я иду по улице, и я не орган опеки, и вижу брошенного ребенка, то мне не надо... Юридически получается так. Ну, это людоедский закон, если его так трактовать. Я очень надеюсь, что это трактовка, а не сам закон. Очень надеюсь. Что же касается бэби-боксов, ну, я однозначно сторонник этого дела. По очень простой причине. Если бэби-бокс спасет хотя бы одну жизнь, ну, какие аргументы противников? Что это будет побуждать матерей бросать детей. Ну, в какой-то степени кого-то, наверное, будет. Хотя я думаю, что не очень часто это все будет происходить. Понимаете? Но ведь та же мать, имея выбор бэби-бокс или выбросить в снег ребенка, или утопить его, скажем, как, к сожалению, иногда бывает, наверное, скорее всего, выберет бэби-бокс, так? Ну, а если несколько жизней, несколько душ невинных погибнет из-за того, что у матери выбора не было, то те господа, которые подают иски, возьмут это на свою совесть, они предстанут перед Богом вот с таким пятном черным. Пускай они подумают над этим. А закон? Так закон сегодня один, а завтра он другой. И потом я абсолютно уверен, что закон тут неправильно истолкован. Не может это быть вот так. Не может. Еще буквально несколько слов попрошу вас рассказать о деятельности летней математической школы в Вишкине. Многопредметной. Предметной школы. Многопредметной. Математика, физика, химия, биология. Я так понимаю, лето у вас будет снова насыщенным. Лето у меня будет насыщенным, да, вот июнь будет в Сочи, а июль будет в нашей летней школе. Ну, что я могу сказать? У нас будет 31 сезон нашей школы. Вот сейчас я обрабатываю заявки, результаты проверки уже вот буквально сегодня-завтра будут полные. Будем отбор проводить. У нас в этом году на 100 с лишним заявлений больше, чем в прошлом году, так что, в общем-то, школа наша вполне себе популярна, заявления со всей России. Там одна работа из Лондона пришла, но с русской фамилией, естественно. Вот. Так и написано город Лондон такой-то. Ну, посмотрим, пройдет ли он по конкурсу. Значит, ну, я надеюсь, что у нас все будет хорошо. Мы ожидаем интересных гостей. Вот, может быть, из Санкт-Петербурга приедет Коля Вавилов, мой однокурсник, профессор, сейчас вот по поручению Стаса Смирнова, там, агитировать за новый поток на моем родном факультете математико-механическом, я, разумеется, кулю. Там с удовольствием приедет Андрей Ройгородский, известный специалист по комбинаторике, по графам. Значит, немножко у нас поработает тоже профессор, доктор, причем человек с мировыми, на минимум. Вот. Так что должно быть весело, должно быть интересно. Сейчас заявляться уже поздно? Сейчас, к сожалению, поздно. У нас дедлайн был для кировчан 30 апреля, для иногородних 5 мая. Но если кто-то хочет на заочное обучение, то еще не поздно. Можете регистрироваться у нас на сайте cdoosh.ru. 3 июля? 3 июля у нас начало лагеря, да, 28 разъезд. Завершается особое мнение, и сегодня это особое мнение Игоря Рубанова, заместителя директора Центра дополнительного образования одаренных школьников, кандидатов физико-математических. Спасибо большое, удачи. Спасибо всем, кто слушал, а кто выдержал это до конца. До свидания.